Старладер ТВ Не много не мало 18 тысяч зрителей Освещать все матчи сезона Для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы Призовой фон турнира вырос более чем в три раза До 300 тысяч долларов США Теперь следить за всеми сражениями сезона Старсерии в Дота ТВ Можно бесплатно Лучшие команды мира на одной сцене 12 претендентов, 1 трофей Смотри трансляции и болей за своих Смотри трансляции и болей за своих Егейминг Бэтс Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года Реферальная система для постоянных пользователей И бонус на первый депозит Магазин игровых девайсов И лучший выбор платежных систем Дота 2 и Хардстоун Контерстрайк и Старкрафт World of Tanks и Лига Легенд EGB.com Ты точно знаешь, кто победит Магазин игровых девайсов И всем еще раз привет, дорогие друзья С вами прежний Магазин гудхант Это все еще Старсерия 13 сезон квалификации в Китае Ехоум против Вичи Гейминг Правда, это вторые составы основных команд Ну и смотрим Стадия драфта на ваших экранах Best of 2 серия 1-0 за Ехоум Несмотря на то, что букмакера ставили на безоговорочную победу Вичи Гейминг Мы видим, что циферки Очень часто ошибаются В интервью верно Найт Сталкер для Ехоум Вичи Гейминг забирают себе Даззла и Шадоу Финда В бан отправляется Дум Зомби Queen of Pain Ехоум избавляются от Тусика, Дарксира, Гирокоптера и Джиггернаута Неплохой такой удар по керри героям Что-то вообще не хотят отдавать в руки Вичи Гейминг, Джиггернаута и Гирокоптера Предыдущая катка длилась 50 минут Она, по сути, ушла в глубокий лейт И Эмбер Спирит вроде был уже заряженный Но это как-то не особо помогло Команде Вичи Гейминг Ну что, минус ВР Опять берется Шадоу Финд Не люблю я Шадоу Финда в мид Вот скажу честно Не Люблю Может, его постоянно надо сейвить Его постоянно надо сейвить Спирит Брейкер Агрессия пошла от Вичи Гейминг Не Хоум Чем будет отвечать? Видите, перед Брейкером его чем-то надо останавливать Ну, всегда есть Виверна на подсейв, но если он врывается Виверну Да, есть Найт Сталкер, который может повесить Миссы Всех за большой бонус Минута сорок Снова Лина Вот отдают предпочтение своем магам в качестве керри ребят из их ум Причем вторую катку подряд Я так понимаю, что Лина это все-таки будет керри или мидер Зависит от того, что доберут Но Лина против эсэфа себя чувствует неплохо 10 секунд ремейнинг Бонус тайма еще навалом Так что Вичи Гейминг Могут не торопиться Что хорошо заходит под Спирит Брейкера Ну, под него хорошо заходит Дарксир Что вакуум может всех растолкать Забашить, опять же, щиток на этом герое Тоже великолепно смотрится Можно пикнуть снова Эмбер Спирита на Изи Лейн Или в мид Ну, это как-то будет опять похоже Клакворк появляется на Уфлейн Что еще может заехать? Смотрите, Ехоу Могут взять себе Ancient Operation Какого-то неплохо заходит против Даззла Я слышал, опять же, здесь Клок, Спирит Брейкера Не всегда в битве Но аппарат слишком тонкий Опять вот, против Спирит Брейкера и Клока У него вообще никаких шансов нет Нечаянный какой-то хукшот Все, это минус на пары, чем моментально Спирит Брейкер, если добежал И утенет Гаста Это тоже минус на пары, чем моментально Поэтому аппарат может и не появиться Вайпер в мид Вайпер, вайпер, вайпер в мид Хм, ну эсэфу будет трудновато Если они все-таки решают эсэфу поставить мид То, что вайпер очень неплохо стоит И трудно его загнобить Опять же, какие-то ганги Будут бесполезны Слардар, пятым баном Нифига себе Он до такой стадии дожил Я думал, что его гораздо раньше Или заберут, или уберут Ну, в итоге мы видим, что Пятым баном Минус фантом лансер И опять удар по керри Причем по такому жесткому керри Может здесь появиться антимейдж, конечно Но он будет очень уязвим До появления мантастайла как минимум Потому что Найт сталкер своим сайленсом Выходит, просто затыкает И его ломают Ломать здесь не особо есть чем Пока у Лина не появится Аганим пьюр дэмэджа немного А мэджик резист у АЭП хороший Так что, если будут сейвить И нормально рядом с ним Пастись То можно взять и антимага Если не антимага То можно взять какую-то урсу Хускара можно взять С дазлом-то в пике Нормально заходит Очень даже Или не можно Я бы рискнул А что нет? Хускар нормально смотрится Вайпер Позже на атак Там вайпер страйк Да, это все неприятно Это все слоу Но атак спид у нее явно не страдает А дистанцию с таргетом Он сокращает моментально Поэтому Феникс нормально зайдет Ну что, минута Последняя минута Бонус тайм Ехо Давайте Феникс соберите Феникс нормально Вползает сюда Залетает Яйцо здесь быстро Никто не тычкует Кроме Шадоу Финда Если по нему Поджогом попасть Остальные все Плохо себя чувствуют Хотя Сларк Даркпак Там скинуть Дебаф Потыкать Но В любом случае Внимание на себя Яйцо очень много Заберет Но появляется Урса Это значит Что Лина будет саппортом Посмотрим Лина Есть Фризи Диксэм Кайду Разобрали уже Своих героев На Вичи Могут максимум Рассчитывать Но ничью У них нет Варианта Выиграть Так как Это Бест оф 2 И первую катку Они уже Слили Почти Камбэкнулись Но в итоге Все равно Слили Ну что Смотрим Вичи Гейминг Фан будет Играть На Шадоу Финди Икс Дазл Янг Клокверк Джексинг Будет играть На Сларке Докфайт Спирит Брекер Ехоум Люминюс Диксэм Вайпер Эль Будет играть На Найт Сталкере Хум Винтер Виверна Кайду Урса И Фризи Лина Смотрим дальше Что Рошана На первом уровне Решили Формануть Да ну Да нет Они просто Пытаются Поймать На Баунтируйне Или Сагрит На то Что мы Мол Формим Приходите Сюда Деф И мы вас Убьем Потому Что Это Бред Спирит Брейкер Идет И вот Спанули Убежать Здесь Некуда Минус Спирит Брейкер А теперь Страшенчика Не 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 Хотят А можно Было Б Курса Кстати Клэп Прокачала Поэтому Нельзя Хороший Начало Техолм Норм Байт На Рошана Не Всегда Мы Так Можем Узреть Ну Что Лина С Грейджи Мистиками Тангус Фласка Манго Очень Много Отхила Здесь Я так Понимаю Что Это Будет Агрессивная Трепла Виверна Лина Найт Сталкер Что Урсу Ставят Одного Но Один Он Здесь Не Постоит Потому Что Сюда Приходят Даззл И Сларк Какого Здесь Будет Сф Сф Прямо Сейчас Помогать Никто Не Будет Это Плохо Для Него Это Очень Плохо Да У нас Видно Небольшие Потери Пакетов Из Того Что Это Все На Китайских Серверах Клок Коги Потратил Найт Сталкер Ну Допустим Он попадает Вайт Дом Дальше Чем Продолжать Даже Если Лина Попадает Станом Дэмэджа Все равно Не хватает Чтобы Забрать Да Подтыкивает Здесь Вайпер Сф Кайлы Летят Мимо Вайпер Продолжает Тыкать Сф Неужто Не будет Мисов Он Просто Завтра Оттачит Нет Версблада Нет 20 хп Остается У Сф Но Был бы Вайпер Третьего Это Был бы ФБ 100% Причем Чтобы Он Не вкачал Что Позже Теперь Ему Нужна Дикая Помощь Здесь И сюда Сейчас Помчит Даззл Как Сумасшедший Чтобы Пытаться Загонять Вайпера То О чем Я говорю Ну Не стоит Он Нормально Сейчас Один Мид Он Сейчас ФБ Отдаст Да Действительно Это Ферзблад А Ферзблад Из Бонарошане Конечно Это Просто Соло Килл От Вайпера Вайпера Получает Четвертый Уровень Подлагивает Немного Есть Потери Пакетов Клок Станбул Улины Но Не стала Пытаться Даже Стиков Здесь Нет Поэтому Еще Один Войп Не кинуть Что Тут Прибежало Прибежал Сапог Сф Пока Без Сапога Поэтому Если Он Подставляется Под Вайпера То Может Настать Габлык Вторые Киллы Есть Вайпер Скушал Фласку На топе Есть Клэп Еще буквально Тычки Не хватает Сларку Отпивается Он Флаской Станет Сейчас Фуловым Сф Разгон Спирит Брейкера В мидл Успевает Подняться На хайграунд Вайпер Два Три Все равно Живет Да Живет Правда Придется лететь На базу Чтобы отпиться Ну вот Начинается Начинается То о чем Я говорил У СФ Начинается Карусель Постоянно ему Кто-то нужен В мидле Кстати Забрали здесь В итоге Клока Да Минус Клок 3-0 За Яхоум Кто Придумывает Эти коэффициенты Дорогие друзья Где пишут Что Яхоум Не имеют Шансов Победить Там 1 к 3 И так далее Ну Я на самом деле Очень мало Матчей Видел Этих команд Как вообще Можно рассуждать О том Что То есть Выиграет Если эти пацаны На турнирах Почти не играют Но если Ихоум Потеншал Играют Где-то То Ихоум Вот эти Вот Эл Они Почти нигде Не участвуют Что Вайпер Пятый уровень Начинает Опять Травить Сев Уже С ботлом Но все еще Без сапога Как дела Урсы 9 крипов У сларка 13 В принципе Ровно Идут Просто Урсы Сейчас еще Запас Большой Подвышкой Да Что-то Подлагивает Очень сильно Видать На какой-то Плохой сервер Для нас Попали Возвращается Сюда Нейт Сталкер Купил себе Кларити Наперед Крилы Ну тут Травится От Коррозии В скина И то Какой-то Дэмэдж Получает Руно Хасты Для Найт Сталкера Можно сейчас Подтыкать Немного Клокам Клокам Надо быть Аккуратнее Пятый уровень Конечно есть Но у него Третьи Ракетки Это может Его не спасти Ракетки Сейчас в кд Найт Сталкер Решил сместиться В мидл На самом деле Сэфа забрать Это неплохо Это даже Очень выгодно Тем более Сейчас вайпер Страйк Будет Есть вайпер Страйк Найт Сталкер Подбегает Есть вижен И убегает Сразу Сэф Понимает Что Возможно Его даже И Спирит Брейкер Не спасет Урса Покупает Морбит Маск Первым айтемом И сразу Идет Фармить Рошана Зачем Здесь Найт Сталкер Вообще Не ясно Он просто Залечит Экспиринсы А он Потанкует Потому что Урсы Оверпауэр Первого уровня И соответственно Рошан Не так быстро Будет отлетать Вот сейчас Уже настакались Свайпсы Поэтому можно Бить в соло За удар Там отрегениваешь Очень много Залетает сюда Ракетка Под ногами Бахает Урсы Но уже не успевает Ничего сделать Да Бежит сюда Спирит Брейкер Бежит Получает Войт Ему сбили Урса все равно Добьет Рошана Вот он Аегис Вот он Седьмой уровень Ничего не сделает Здесь Спирит Брейкер Подходит сюда Еще и Вайпер Пошел Войд Подцепили Через секунду Будет разбег Ну нет Добить наверное Не получится Хотя Вайпер Страйк Да Этого хватает Просто анимации Нет Я не особо вижу Выпустил ли Вайпер Свою жало Ставится Агрессивный Вард Да Ну и вот Седьмой уровень Урса Это тоже интересно По нетворсам Мы видим Топ 1 Вайпер 3200 Следом идет Лина 3000 Тоже себя великолепно Чувствует 2200 SF 2000 У Сларка 1900 Урсы Ну это конечно За счет Рошана Хукшот Баланар Здесь еще пытается Мансить Подходит сюда Урса Есть разгон Клока Можно ведь и сожрать Клок Как пережил Здесь воет Нет Но если скушать Манго То можно бахнуть Не стоит забывать О том Что здесь Аегис SF Еле живой SF Еле живой Вайпер Подошел Ну Маны не хватит Спиритбрейкера Чтобы уйти Поэтому его Добьют Залетает сюда Ракетка Баланар Все равно Выживает Кайлает SF Пошел Вайперстрайк Не Не отпустят Не отпустят Здесь возможно Даже еще и SF Подцепят Ой Как неудобно Урсе Хотя Дазл Грывата Больше нет Будет ли еще Воид Воида нет Даблкил От Вайпера Сларк Даркпактом Забирает Урсу Как же лагает Ребята Очень трудно Комментировать Ракеткой добивает Клок В итоге Непонятный Размен здесь Произошел Восемь-2 Конечно В пользу Ехом Счет Поэтому я думаю Что Явно Не в плюсе Четверых Убили Двоих Потеряли Преимущество Уже порядка Пяти тысяч Начинается Пуш Жесткий На топе Алина С первой Пассивкой Но с фейзами Соответственно Сотка Атаки Добра Здесь Может Очень Быстро Упасть Ага Минус Вайпер Дуа Забирают Вайпера 444 За него Получает Сф Возвращается Там Бланар Вышка На топе Упала Досталась Крипам Скоро Будет Йола Турсе Надо Пофармить Хотя бы На фейзы Потому что Дистанцию Как-то Сокращать Надо Начинать Эти Пужин Атак От Дазла И все Плохо Да Есть Фейзы В идеале Это конечно Даггер Но До Даггера Еще Долго Все Вечи Оставляют На Фрифарме Представляет Сюда Ракетки Это ему Не страшно У него Хороший Вампирик Так Да Урса Забирает Крипов Причем Чужих Лесных Очень Много Народу Здесь Тусит Хукшот Откатился Прямо Сейчас Поэтому Клок Имеет Возможность Ворваться Надо Быть Аккуратнее Урсе Урса Нивелирует Сейчас Атаку Клока Даже Если Он Ворвется Один Он Ничего Не Делает Блэйд Мэйла У него Пока Нет И Урса Его Просто Сожрет Лина Седьмой Уровень До Юла Самая Малость Слаг Кстати Там Кирса Сейчас Будет У Интер Верны 107 Стоп Это Осталось Просто Пошла Фармить Эншентов Понимает Что Пока Не Такая Сильная Все Наверное Не Не Получится Хотя Лина Весьма Шустр Но Паунс Попадает Сларк Стану Еще Один Кинуть Под себя Не Получилось Взлетает Виверна Пытается Умансить Отсюда Маны На Тепаут Нету Придется Сидеть В лесу Ну Либо Сейчас Спуститься И Уйти Один Из Вариантов Дозолину Косарь Заработали Ну Все Продолжает Симит Эншентов Ну Что 1600 На Руках Да Покупайте Владмерс Ну Можно Конечно На Даггер Накопить Кого Здесь Убивать Сларка Трудно Дазл Если Успеет Грейф На Сякин Кинет Просто Паутка Станет Соло Килы Сделать Практически Невозможно Единственный Самый Уязвимый Это Сф Придать Сюда Ракетка И Урса Решает Отсюда Спасаться Бегством Будет ли Клок Еще Напускать На Ход Давай Нет Залетает На базу Клок Почему Ты Не Решился Наугад Пустить Пустил Просто На базу Пакетка На Ботом Найтсталкер Шестого Будет ли Собирать Мидос Как обычно Это делают Да Вот Экшен Вначале Был Дикий Просто Ураганный Но Это Было Все Шесть Минут Назад И Сейчас Игра Полностью Остановилась Вайпер Собрал Меку Хотя Сейчас Самое Время Идти Как-то Командно Пушить Толкать И убивать Тем более Когда у тебя В команде Урса Появляется Еще И Улулины Тоже Неплохо 1900 На руках Урсы Что-то Сразу Дать Будет Сходу Пытается Урса Расковырять Вышку На топе Та Вооружу Упадет Сф Галами Забирает Крипов Моментально Ну и Со Сларком Они Дотыкают Вышка Лагодром Конечно Жуткий Медле Сэфа Цепить Не получилось Ну да Конечно же Не пойдет Урса Покупает себе Даггер Есть ТП Т2 В мидл Здесь будет Попытка Выйти В спину Наверное Хукшот Также Имеется Надо быть Аккуратнее Верно Есть И под Сейф И Кёрс Заткнуть Ее Здесь Нечем Что Урсевич Желает На кого-то Ворваться Я говорю Самый Уязвимый Таргет ТСФ Просветили Урсу Узнают Что Он Тут Рашан Появляется Через 2 Секунды Начинают Бить Вышку Лина Старается Вырубить Лес Чтобы Был Вижен Ну И вышка Здесь Скорее всего Упадет Собираются Подефать Сзади Стоит Клок Который Готов Ворваться С Хукшота Прицел На Вайпер Я так понимаю Вайпер Худший Таргет Наверное В который Можно Врываться Во-первых У него Мекка Во-вторых У него Коррозив Скин Второй Стики И так Далее Не Затоптала Урса В итоге Сф Конечно Отсюда Не отпустят Клок Попытается Когами Как-то Помешать Байбэк От Сларка Есть Грейв Неплохо Спирид Брейкер Ворвался Есть Войт Сф Пытается Еще Кайлами Раскидаться Здесь Взорвали Сф Урса Кстати Погиб Уже Как-то Быстро Да Очень быстро Я смотрю Урса Еще живая Я думаю Что у него Аегис Есть Но потом Смомню Что Рошан Только появился Аегис И нет В итоге Байбэк От Сларка И Минус Четыре Уех Подрались Очень удачно Да То Что заставили Сларка Сделать Байбэк Неприятно Но Всякие Кулаки И так далее Сейчас Практически Доросли До Блейдмейлов Спирид Брейкер Тысяча Триста На руках Имеет После этого Файта Но Понятное Дело Что Все Преимущество Сейчас Осыпется Вайпер Покупает Себе Мидус Ну Началось Что Сам У нее Разгон Вижен Есть Порошану Залетает Сюда Ракетка Аккуратней Быть Потому что Драка Возможно Состоится Клок Хукшот Имеется Можно Врываться Урса Прожимает Имьюн Имьюн Сейчас Уже Закончится Будет ли Ультимейт От Спирид Брейкера Рошанчик Рошанчик Кому Достается Вроде Как Урсе Надо Ультовать Ультует Урсу И Бежать Отсюда Сф Получает Грейв Пошли Кайлы Виверна Может Погибнуть Виверну Засейвили Спирид Брейкер Неплохой Врыв Четверых Но Уйти отсюда Может быть Даже И не Получится Разгона Уже Не Будет Юл В КД Задувочка Отдается Вроде Как Нейтральным Крипам Да Минус 5 Минус 5 Аегис Урсы Остается Итог Боя 2400 В пользу Ехоум Это Неплохо Ну и После Байбэка Сларк Сидит Очень Долго В таверне Поэтому Т1 Здесь Заберут 100% Это Как Минимум Ники Сдают Вопрос Что За Когти Нурсу Вот Пожалуйста Смотрите Что За Когти Нурсу И Можно Тут Сместиться На Ботом Башня Тоже Еле Живая 387 ХП Правда Будет Фортификейшн Урса Скоро С Блэкинг Баром Лина Пойнт Бустер Но Тут Наверное Опять Бладстоун Будет Да Вайпер Скоро Обзаведется Аганимом Ботом Тауэр Из Андер Атак Кому досталось Кстати Вайперу Вайпер Обзавелся Еще Денюшкой 1200 После Пойнт Бустера Мидовышка Поражали Фортификейшн Собираются Пойт что ли Ну бежит Найтсталкер Сюда Искусственная Ночь Включена Спирит Брейкер Блэйдмейл Готов Урса Забирает Хасту Можно Теперь Подраться Это точно Потому что Дистанцию От нее Набрать Очень Трудно Начинает Гнаться Бежит Конечно Очень Быстро Решает Просто Зафармить Катапульты Крепочки Много Всего Выгоднее Побить Их Чем Гоняться За врагом В смоке Клок Ну допустим Он находит Лину Здесь Есть Юл Вот Лина Ну Блэйдмейл Заканчивает Скоги Пытается Уйти Ракетка Но тут На самом деле И Дазл Подошел Спорежен Атак Поэтому Лина Здесь Не уходила Но ее Радость Еще нет Ладстоуна Хотя Можно Был Заданавиться Конечно Лайпер Еще Восемьсот 2200 Урса Покупайте Свиток ТП Можно Слетать На базу Чем Она И Занимается Преимущество Порядка 6000 По золоту Ихом И 3000 По Экспиринсу Немного Немного Но Есть Керри Потенциал Я даже Не знаю У кого Лучше Неплохо Смотрится И Сларк С СФ И Спирит Брейкер Который Может Разогнаться Очень сильно Попортить Файт Любой В принципе Очень многое Зависит От Удачности Или Неудачности Ульты Виверны Кидают Ульту Даззл Кастует Просто Типа Аут И Улетает Наверное Если бы Еще Шажок Сделала То бы Она Его Нашла Пришлось Тратить Керс Наверное Чтобы Остановить Не знаю Стоит Ли Он Того Выход В Мидл Сейчас Еще раз Кинет Мидас И Аганим Будет Практически Готов В Смаке Урса Ставится Агрессивный Вард На случай Если Дернуться Где-то То Можно Будет Сразу Забрать Залетает Сюда Ракетка Ну Ничего Страшного Вайпер Что Мека На Топе Снесли Т2 Достается На Сларку У Сларка Готовы Яшей Уже Куплен Угрек Лап То есть До Си Осталось Только Рецепт Начинает Бить Т3 Это Заставит Сместиться Ехом Прожимается Фортификейшн Уже Надо По сути Лететь Да Но Эти Ребята Отсюда Уходят В любом Случа Разве Что Керсой Подцепить Получится Еулом Поэтому Ее не догнать Байбэк От Виверны Уходит На Паунт Сисла Арк Получает Воид И Нажать Шадоу Дэнс Нажимает Шадоу Дэнс Есть Керса На СФ СФ Здесь Скорее Сего Погибнет Да Урса Его Сгрызает Тэп Аут Не получается Сделать Спирит Брейкера Через 4 Секунды Он может Попытаться Убежать Но Урса Ему 4 Секунды Не дает В итоге Минус 3 Даблкил От Урсы На Одну Четвертую Вышки Где-то Мне кажется Это более Удачный Размен Для Ехом Ну да Еще Виверну Заставили Сделать Байбэк Нейт Сталкер Гоним Здесь Уже Есть Понятное Дело Вайперу Только 16 Апнуть Все Вообще Замечательно Сларк Добрался До Сии Надо Купить Владмир Башар Купить Чтоб Тепа Уто Так Просто Не Делали Так Что Будут Мутить Кстати Что По Графикам По Графикам Но Назад Все К Семи С Половиной Потихонечку Идет Грубо говоря За последние минут Десять Они стоят На месте Колеблется Чуть Туда Чуть Сюда Кто-то Где-то Килл Сделает Или Вышку Уронит Самая Малость Отображается Атак Чего-то Чего-то Очень-очень Сильного Не Происходит Нейт Нейт Сталкеру Конечно Без Мидос Очень Трудно Забраться До Аганима Ну На одну запчасть Он еще Выформил Попытаются Сейчас Сломать Еще Одну Т2 Там опять Агрессия На Т3 Сейчас Будет От Сларку Моментально Дарк Пак Там Сберет Крипов И Попытаются Зайти ТП В мидл Виверна Шугнул От СОТ1 Вайпер Забирает Вышку Полторы тысячи Так Кстати Урса Сейчас Может Подставиться Ведь Сларка Есть Клайп Знают Примерное Местоположение Эннами 35 секунд До следующего Рошана Нормальный Сларк Запрыгнул Под плюх От Виверна Хукшот Мимо Есть Разгон Отменяется Побоялись Бежать За вышку Все-таки Верна Может Кирс Кинуть А Там Непонятно Что будет Если Два персонажа Рядом Окажутся Разгон от Спирит Брейкера Вурсун Стоит Помнить о том Что там Блэкинг Бар Прожимает БКБ Ультимейт Подходит на Найт Сталкер Клок Пытается сделать Тэп-аут Урса Сожрет Нет Не сожжу вас Перед Брейкера Но забирает Хотя бы Клокверком Уже Неплохо Ну Десятисекундное БКБ Отлетело Теперь оно Девятисекундное Появился Рошан Урса Возможно Туда сбегает Но собирает Урса Все-таки Башар Не пошла Во Владмир ТП Турсы Хотят подцепить Дазла И Дазла Сейчас может умереть Клэпом Не достал Ну и можно уходить Разгон здесь есть Ой Паунс Может быть Паунс Ну это Баланара Найт Сталкер Имеет стики Пытается уйти Нет Его все-таки скушали Еще и разгон Здесь в Урсу Подходит Вайпер Шадоу Дэнса Там уже нет Уходит Просто на даггер А где же была Тычка-то Хоть одна Дазл Керс будет Нет Не будет Керса Простили Хотя А Керс уже был Где-то потрачен Походу Это Клакака Да убивали Лина Стан Лагуна А знаете Что Шадоу Дэнс Это нет И попытка Сделать Тепауз Спирид Брейкер Здесь добежать Не успеет Урсевич Пойдет Бить Рошана Правда На оверпауэр Маны больше не хватит Придется колотить Так Регенится потихонечку Ну вот Недостаток Потому что нет Владбера Опять просветили Урсу Знает О том Что она тут Подходит Верна Аркану У нее тоже нет Туманной Не поможет Еще одна Ракетка Слушайте Урсе Уже очень больно Пошла колба Пошел разгон Рошан Падает Есть Аегис Сырок Забирает Верна Разгон Прекратился Преимущество Все так же стоит На одном месте Не могут Что-то наиграть Сларк Потихонечку Набирает Ртефакты У него уже Практически готова Блэккингбар И Единственное Что его может Нормально законтрить Это Кюрса Ну и конечно же Абисл Блейд На голову От Урсы Этим тоже Можно воспользоваться Дропает В итоге Морбид Маск Вообще В стэш Урсевич Блейд Мэйл От Спирит Брекера Травлау Вайпера Интересный кстати Выбор артефакта Часто такой видишь Байт на сыр Вайпер Четвертый Коррозив скин Есть Прыгивает Но все равно Тут Вайпер Страйк Дышится очень быстро Спирит Брейки Распалили Куча Блейд Мэйлов Из того что Куча АОЕ Селина неудачно Там разок задует По двум Блейд Мэйлам Может все печально Закончится 27 минута Что собираются На хайграунд Зайти Рисковый шаг Как по мне СФ Очень рядом Есть хукшот Виверну Спрятаться Б Повесил Кюрсу Очень больно Здесь на самом деле Сларк Прожимает он Шадоу Дэнс Сожрал Виверну Лагуна Минус СФ Моментально Можно сделать Байбэк Он у него есть Но пока его не делает Уйти отсюда Янг Янга наверное Не отпустят Да Дотыкивает его станом Продолжает здесь Баланар Еще и спирит брейкера Урса запрыгивает Должен быть разгон Хоть куда-то Юла нет Юла нет Можно скушать цир Чтобы восстановить ману Но Лина пока этого не делает БКБ Вот Сларка Но Шадоу Дэнса нет Поэтому суваться он не будет Да и таргеты здесь такие Которые быстро не сожрешь Урса все еще с Аегисом Сларк Запрыгнул Тут же получает Вайпер Страйк Ну и генится Очень хорошо А вышка может упасть Сейчас на самом деле Да Тавер падает Можно сожрать Милишный Муржур Отличный разгон Влину Юл Произвать не успела Но есть сырок И сырок сейчас наверное Придется кушать Кирит брейкер Попался Есть грейв Но Вряд ли отпустит Вайпер Пусть же на так Да добивает его В итоге урса еще выживает Можно Дропнуть Аегиса Отпрыгивает Запрыгивает Кстати в Коге К Локверку Баланар Пока еще живет Будет ли Вайпер Страйк Урса Встает Прожимает Блокинг Бар Надо жрать СФ Баширок же есть Кстати Есть Шадоу Дэнс Шадоу Дэнс Там уже очень много Ловкости Попадают Станом Будет ли Лагунка Лагунки нет Отпрыгивает Отсюда Сларк Лагуна Вдогонку И не попадает Клок Запрыгнул Поднимают Вьюл Надо попасть Станом Вайпер пока еще живет Урса Не смогла сгрызть В итоге Минус Урса И я думаю Что здесь никого Не отпустят Виверна Это точно не уходит Здесь такие уже Увесистые тычечки И можно идти Можно идти Разводить на байбеке Крипы идут следом Сларк будет фуловый Байбек он не тратил Что-то хочет купить Решил на ботами Забирать Т2 А почему не на медле 54 воровной ловкости Хороший атак спид Зазон накидывает Вив Хукшот По двоим Неплохо Пошел вайперстрайк Шадоу Дэнс будет Поэтому выживет Здесь подходит Лина Станчик Наперед Уже висит Грейв на квакверке Вьюл поднимают Спирит Брейкера Сларк Забергает Наперед Получает Лагуна А что ж ты Шадоу Дэнс Не прожал И в итоге Не отпустит Отсюда конечно же И Догфайт По очереди Творят какие-то Закидоны На самом деле Взлетает Виверна Подцепил здесь Шадоу Финда Есть на нем Кюрса Подходит Лина Пошел станчик Это минус ССФ Скорее все Да он взорвется Кстати взорвет При этом Лину Вайпер Выживает В итоге Минус 3 на Лину Какой-то хороший Размен Почему Очень хороший Да потеряли Т2 Это неприятно Заклаком Погоню на самом деле Найт Сталкер Видит его Есть Форстаф Привет Турсевич Пытался съехать Поставил Коги Не ну Дружище Ты Размечтался Да Урса 1200 Кайбэков Не делали Можно идти давить Преимущество Опять Семь с половиной Кусков Потеряли Только Т2 На ботами Ну Здесь голый барак На самом деле Стоит Сталк Появится Через 4 секунды SF через 15 Фортификейшна Нет Лина Травелов Не имеет Поэтому придется Идти пешком Но она все таки Шустрая Весьма Ну и Вайпер С травелами Но все равно Пешком Получил Сварк Тычку Кстати там Баш прошел Но из-за того Что на нем Был Дарк Пакт Все отлетело Кирса будет Через 15 секунд Вайпер Пошел разгон Спирит Брейкера Забежал Будет ли Станчик Есть Станчик Но там Блейдмейл И не особо Кто-то хочет Его фокусить SF Пытается кастовать Ультимейт Проходит баш Раз Урса Прожимает Иммунку Получает Ультимейт Поезжен атак Кто-то подсевит Урсу вообще Урса Живи Урса не живет Он Нет Подсевили Подсевили Байбэк от Сларка Кстати не заметил Как убили Сларка Глимер Сларк Вернулся У него еще Shadow Dance Есть Надо бежать Отсюда Надо бежать Драться здесь Бессмысленно Сигналит на Рошана Рошана Еще порядочно Так что можно Забить на это дело Дабл дэмэдж Урса Варер Добегает до базы Запрыгнул Регенится Все Ракетка его уже Больше никак не убивает Забирает Свою Морбит Маск Очень хочется Конечно Добраться До Бисел Блейда Того же СФа Можно моментально съесть СФ Купился Иглсонг Будет Укувать Беттерфляй А Турсевит Очень сильно Спасает Кираса Уже есть У Вайпера Кирасский Турсевич Тоже Грязет Неплохо Куча Крипов Крипов Сейчас Находится На ботами Сларк Их приводит К Т3 Лина Их спокойно Заберет Сларк Что задумал Получает баш Кирсу Минус Он после байбека Клок отсюда Тоже скорее всего Не уйдет Хукшот Уже был потрачен То что он прожимает Блейдмейл Ему ничего не дает Это в итоге Минус 2 Отличная ошибка Сларка Оказаться под Т3 Врага Получить просто Кирсу Лагуны И умереть Неплохо сыграно Зато сэкономил Shadow Dance И пойдут толкать Конечно Мидл Че-то стесняться Урса уже На полпути И кстати До Абисал Блейда Не так далеко Байбек От Лака Ну знают то что У Сларка Байбека нет Но готовы Дефать Тритсманов Эвейджен Shadow Fint Не покупает Оставляет Деньги на Выкуп Если он его Купит Денег на Выкуп Не останется Ну 40 секунд У них еще есть Ставятся Коги Пытаются Всячески Выиграть Время Коги пропадают Слишком рано Поставил ЛТСФ Получает Вайперстрайк Там же БКБ Нету Куда ты Полез Ты дружище Спиритбрейкер Разгон Урса Пока живет БКБ Нужно прожимать И просто Харасить Клок Клок Ходжен Атак Ну в итоге Прожимает иммунку И просто отходит 20 секунд Вайперстрайк ВСФ Поливает По милишному Бараку Неужто не добьют Да походу Не добьют Милишный Все таки Отходят Урса Формания От чужих Эншентов Останется Совсем Чуть Чуть До Абисса Блейда Решил Не рисковать Отпрыгивает Ну а Рошанчик Появится Совсем Скоро Проще Своих Эншентов Формануть На самом Деле А Вайперу Надо Смотреть На МКБ Что Не за Горами Барфляй У СФ БКБ Улины Просветили Здесь Виверну Где-то Мужцевич 3 700 На базе Мана Не осталось Вообще 663 Моноплум Проблема Хотя бы Из-за того Что она Просто Не регенится Практически Поэтому И надо Собрать Какой-то Владмер Что-то Такое Ну 2 Регина В секунду Ну Это Совсем Мало Хватает На Абисал Желательно Оставить Еще На Байбек Сларк Пошел Грызть Рошана Сам Я думаю Что у него Ничего Не выйдет А есть Медалька Медальки Нет Точно Ничего Не выйдет Под Медалью Еще Были Какие-то Шансы Урсата Этого Рошана Загрызет Вообще Моментально Да Уже Абисал Бейбек Не оставляет Верно Девардинг Найт Сталкер Урса Забрыгнул С ржевого клока Просто Да Пришлось Потрать Абисал Блейд Сларк Прячут Прячут В глиммере Есть погоня Даггер Будет через Одну секунду Появится Сейчас Сларк Сларк Появляется Есть Клэп И моментально Минус Даззл Погоня Идет Дальше У СФ Есть бабочка Но при этом Нет Блэкинг Бара Там еще Кого-то Нашли Да Там нашли И Будут Заходить Мидал Будут Заходить Мидал Минус Три Байбеков Нет Ни у кого Найт Есть Слоу Даггер Будет через Секунду Запрыгивает Пройдет Липашек Башек Не проходит Нажимает БКБ Здесь Сларк Прожал Также Шадоу Дэнс Пытается Сожрать Урсу СФ Расставался Порезал Немного Дэмэдж Но Совсем Ненадолго Поэтому Барак Скорее всего Все равно Упадет Ой СФ Как больно Подсейват Никого Нет Вагуны В спину Залетают Но Сларк Здесь Без Шадоу Дэнса Уже Не полезет В бой И в итоге Это минус Первая сторона Как минимум СФ И нет 70 секунд Можно пойти На самом деле И на вторую Да Тем более Крепы Краски Подошли На ботом Самое время Спилить И вторую сторону Третью Не получится Там Т2 На топе Стоит Разгон На Лину Можно дать Войт Сларк Где Паунс Не получается Стан Мимо Ну и Спиритбрейкер Отсюда не уйдет Запрыгнули на Сларка Абиса будет на голову Пройдет ли башек По Дазлу По Дазлу Пока не проходит баш Ну и в итоге Он убегает Аспиритбрейкер Снова погиб Шадоу Дэнс Откатился Получает Вайперстрайк Добивает Милишный барак Клок Кучу тычек По лицу Клок Здесь скорее всего Погибнет Клок пока еще живет Урса его дотыкала Урса может и не Уйти отсюда Да Дотыкает Нет Урса лол Выживает И просто Сгрызает Сларка Но это ГГ Да Янг Сразу же Пишет Гудгейм Понимает Что здесь Уже ничего не светит Если бы добил Урсу Может быть Сларк бы Как-то еще Помансил Еще кого-то Сожрал Глядишь Игра бы По-другому Прошла А так Сларк погибает Сларку сидеть Минуту в таверне Без байбека Это печально Ну что ж 2-0 Ихом Алюминиус Побеждают Поздравляем их Несмотря на Алюминиус